Девушки отдыхают 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 Мне говорят, что я не забивал на групповой стадии, но я показывал, как я играю, как я могу играть. Где-то не получилось забить, но я просто не обращаю внимания на социальные сети. Там просто родные блесни пишут и все. На это обращаю внимание. Говорю, завтра самый важный матч. Потому что у тебя один гол до этого матча, ты как Ковальчук дубль сделал. Такой, 5-4 выиграл. Это реально. Но не в финале пока еще. В рано. Я говорю, сейчас на данный момент не важно, кто забил. Но сейчас просто важно, что мы победили и что мы сейчас завтра будем играть в финале. Ты гордишься, кайфуешь, что такая команда у нас? Да, я просто рад. Мы с этими ребятами прошли очень много. И турниры четырех наций, и пяти наций в детстве. И друг против друг друга играли. Сейчас мы просто все вместе, просто друг за друга. И просто переполняют эмоции. Надо сохранить на завтра и завтра, говорю, самая важная игра. И мы будем готовиться к tomorrow. А слова шведов как-то, может быть, помогли выйти с первых секунд? Да я особо не читал. Я говорю, на социальные сети я особо не обращаю внимания. Люди говорят, говорят, просто надо уходить и доказывать. Мы просто идем шаг за шагом. Остался последний шаг, и мы будем выходить и просто показывать на лучший хоккей. Как была реакция, когда поменяли Аскарова при счете 4-3? Понятно, все равно команда смотрит и как-то реагирует. Ну, отреагировали правильно, но именно в что момент... Просто хотелось поддержать Ярослава, он молодой вратарь. Помочь Амиру войти в игру быстро. И просто попытаться сравнять счет, как можно, быстрее. И у нас это получилось. И потом выйти в овертами и давить шведов. И Ваня Морозов все сделал там великолепно. Он просто попал. И я говорю, я не смог до него доехать на ногах. Я три раза споткнулся, у меня ноги подкосились. И сейчас просто уже хочется просто идти в номер и просто отдохнуть. И готовиться к завтрашней игре. Спасибо тебе. Спасибо, ты молодчик невероятный. Ноги не стоят, я не могу стоять на ногах. Почему? Потому что я устал. А что случилось? Потому что мы выиграли, и это была тяжелая игра. Ну, а у тебя эмоций хватит. Да, я сейчас пойду отдохну и все. И буду готов к завтрашнему игре. Два раза снял паутину. В каком-то моменте повезло. А в каком? В первом или в общем? В первом, скорее всего. Пустые ворота перехватил, просто не опас. Но второе, это мастерство, чистое мастерство. Там Саня Хаванов меня выиграл на очень хорошую позицию. Мне осталось только попасть, и я попал. Ты представляешь, что вся страна испутивала, когда вы 4-3 проигрывали? Я представляю, представляю. Даже не хочу представлять, если честно, как. По чесноку скажем так, то, что я не хочу представлять, то, что чувствовала страна, как они переживали за нас. Слава Богу, что мы с нами счет и выиграли в улетами. Сейчас просто переполняют эмоции, но надо уже оставлять это все позади, готовиться к завтрашней игре. Саша Хаванов говорит, что это самый дикий матч, в котором он когда-либо играл. Полностью его поддерживает. Ничего такого, что не испытал в своей жизни. Ничего такого. Отдыхай, отдыхай. Спасибо большое. До свидания. Это тоже лучший матч, хорошо, что мы поиграли. Мы проводили три за одного, и после этого четвертый шведский иглок. Это плохо для вас? Конечно плохо, но для треймера надо было отыгрывать. Но хорошо, что все понимали это и отыграли. Какой соперник в финале, какого без разницы. Да, без разницы, с кем играть. Все соперники сильные, поэтому без разницы. Спасибо. Ваня, можно еще парочку? У тебя не летело, ты прям был заряжен на бросок. Да? Я говорю, ты прям был заряжен на бросок, потому что не летело прежде. Ну, минус. Не тренера, как бы, говорят, больше бросать. Ну, потому что я иногда ищу лишнюю передачу, и из-за этого. Ну, и плюс до этого не получилось забить. Все, как в пустые, то не попал, то еще что-то. Ну, и хорошо, что сейчас проберло и помогу команде. Ты, когда большинство забил, пытался как раз между щитков отправить, или просто бросить в сторону ворота? Ну, я, на самом деле, я искал передачу маршинка. А-а-а. Ну, я понял, что не отдам, и решил на ворот она бросит. Ну, так вышло. А когда в овертайме забивал? Когда в овертайме, ну, мне вообще отдал, я был на скорости, а защитник был без, и я увидел, что могу в центр пройти, и все. Не занервничали, когда шведы прибрали шайбу к рукам в овертайме, 3 на 3 все-таки, и они минуты 3 катали ее, держали все. В овертайме всегда сложно шайбу отнять, потому что, ну, места много, и там только единоборство, если ты выиграешь, то ты эту шайбу подберешь. Ну, все, мы ждали, когда они потеряют. За Оскарова нервничали? Да, очень. Ну, парень молодой тоже, наверное, нервничает, но хорошо, что мы выиграли, и я думаю, у девчонки нормально будет. У него еще впереди 2 МЧМ, поэтому... Ты согласен с тем, что по игре этот был, безусловно, был лучший матч, пожалуй, в Бурно России, особенно 5 на 5? Да, мы хорошо играли, мы знали, что... Мы должны больше шайбы играть, потому что, если шведы начнут, нам будет сложно обороняться, у них хорошее нападение, но у них... Ну, нападение слабее, чем защита, и поэтому наша задача была, как бы, играть в их зоне, и отбирать шайбу, играть жестко. В первом периоде, где-то в середине его, так было заметно, что добавили в агрессии в средней зоне. Это Брагин скомандовал? То есть, там, на слабом борту обязательно человек поднимался, и перекрывал, там, диагонально, допустим. Да, это тренерский штаб нам всегда подсказывает, что как лучше выйти из зоны, как все равно, и из этого никуда. Ну, так, в трех словах, какой был, в принципе, план на игру? Ну, выйти, шайбу контролировать, ну, больше, чем они играть жестко, и, ну, выигрывать каждое единоборство. Было очень много индивидуальных входов, это тоже от тренеров шло, или просто себя хотели проявить? Ну, как, у нас закат, ну, закат со сбросом, и все шведы стоят, там, либо ты отвязаешь передачи и входишь, либо просто сам, они стоят все, а ты на скорость. Ну, поздравляю, спасибо. Как тебе матч сам? Насколько он получился таким, что вот шведы пытались нас как-то запугать, как они говорили в интервью до этого, и жесткие моменты были, даже в голову ударили нашу капитана, ну? Ну, старались запугать, ну, как матч показал, мы их не боимся вообще, да и мысли такой даже не было. Да, игра была жесткая, ничего не скажешь. Ну, это полуфинал, все хотят пройти дальше, но не ухаживают, получается. Когда с 3-1 привернулся на 3-4, о чем вы думали? Победа уплывала из рук, нервничали сильно? Нет, мы не нервничали, мы только подпадривали друг друга, и просто верили друг в друга, просто верили. Играли как единая семья, как единый кулак, и не у нас получилось сегодня. Обычно говорят, когда вратаря меняют после шея, где его нет вины, чтобы взбодрить команду, вот замена Аскарова на Мефтахова, она как-то, не знаю, может быть, придала какие-то дополнительные силы, эмоции? Ну, если начали вести и выиграли, значит, придала. А был момент, когда вы догнали Шемьяда, выбили из него, ну, понятно, что нам канадцы обсуждают, как так удалось переключиться, перестроиться и выбить роман? Мы не перестраивались, не переключались, мы играли в свой хоккей от самой первой секунды до самой последней. Я даже не знаю, что сказать, на самом деле. до сих пор в каком-то таком, в Астрале как будто нахожусь, и, конечно, такое не каждый день случается, и такие моменты, конечно, очень вспоминаются. 3-1 повели, насколько, опять же, помогало то, что шведы ошибались, так и вратарей, и все остальное, и почему немножко не удержали преимущество? Переломный момент был. Ну, на самом деле, да, вот это удаление, мы два гола забили в большинстве, вот, и потом, вот, опять же, удаляться стали, вот, они действительно хорошо играют в большинстве, и бросали много, и, ну, слава богу, свои голы забили, и играли. О чем говорили перед увертаймом? Да, в принципе, ни о чем, что надо было просто забить, и я, на самом деле, думаю, что 4-4 увертайм будет, в плей-оп, кажется, 3-3, и поэтому место больше будет. Здорово, что это получилось. Когда не забил Марченко, такой верный момент, да, о чем подумали, что, может быть, не ваш день будет, потому что, ну, это такое стопроцентное. Да, ну, нет, ну, такое бывает у всех, да, у каждого, и ничего сразу поддержали, сказали, что мы свои голы забьем, в принципе, и, ну, понятно, что расстроился Кирилл, но еще мы его поддержали, он, в принципе, в третий период он забросал много, обострел хорошо, играл, так что. Главная победа. Оказалось, что вы с самого начала поняли, как играть в корчевского вратаря, потому что он нервничал, мы как-то до игры, как-то обсуждали, это рассматривали. Конечно, конечно, рассматривали и нам показывали, да, понятность на скорости, вот, и, ну, просто бросковая прогрессия присутствовала, и поэтому. Первый гол, да. Ну, и про Егора Шукалова, который завлекал сегодня, каких-то острых ударов, просто забивал. Ну, здорово, это уверенность и ему, и вообще, и всей команде, здорово, и Иванин не забивал тоже на этом тренере еще. Вот, и, в принципе, сегодня, главное вовремя. Спасибо. А ты правда хотел, вот, герб, чтобы налепить им, да, этим, кто там кричал «Let's go, Swisher»? Нет, я просто поцеловал, просто люблю свою страну, и... Просто, раз был гол, забили, и... Что-то не видно, что вы на... Ну, они заколол. Ну, правда, что сейчас было в нашей уровне повторить, ведь после Канады хорошо, блин, подготовить. Наши эмоции, эмоции набрать надо, и хорошо установиться, чтобы и повторилось все после Канады, и сейчас, главное, установиться, успокоиться, и все, все спокойно. Сейчас-то порадоваться можно. Ты че, ты в финале? В финале? Ничего. У тебя, ну, мы, два финала, мы просто тебя не взяли, и наша команда не выступила. Мы сейчас, подожди, эти... В автобус сядете, все, спать. А сейчас-то... Он просто затажет. Хочется, он просто затажет. Дэйк? Вы все, ну, опять, держали, вот, на горло, и отпустили, там, наше слава. Как только мы, блин, я говорю, наверное, извиниться, нам надо тоже, да, перед болельщиками, потому что им там нервы трепали, 3-1, потом 4-3 проигрывали, это вообще... Очень эмоциональный матч, я никогда не играл, только в моей карьере, и надеюсь, что не будет больше таких, знаете, когда 3-1, потом 4-3, и 10 минут, и уже там, ты немного знаешь, и... Слава Богу, то, что выиграли, пацаны все до конца верили, честно скажу, на скамейке все знают, то, что, знаете, не было такого, то, что все, мы проиграли игру, там, и... Валерий Николаевич, у нас там такие слова сказал, которые нам просто помогли, я считаю, из-за которых мы выиграли, и... вообще, слава Богу, то, что... свыше нам помогло, мы выиграли эту игру. свыше, и ты. Ты нам поспорь, свыше. Да некуда, там, удаление глупое тоже получилось. Ну что, но ты глупое, вот зачем тебя угадал с головой? Да я, если честно, даже не хотел там, я пытался просто в тело сыграть там, и мне не было такой, знаешь, что я специально бью в голову, там, чтобы 10 минут получить и сидеть, нет, и... Я не хотел вообще от удаления, но, блин, так получилось. Все эти пустяки сейчас. Сейчас мы тебя уже что-то... Специально отдыхал. Специально. Ребята, некоторые побольше поиграли, ты гусал, и все, пять-четыре. Ну, спасибо тебе. А ты видел реакцию шведов, когда ты с гербом бравил? Да нет, да я даже... Они там взбесились мрачно. Да, да я, честно, даже не пытался там шведам что-то показать, я, блин, как бы со Швейцарией там, болельщиком, и так же я праздновал гол, показывал, целовал герб, и... У меня не было такого то, что швейцарство, все такое, шведов зацепить как-то, и... Я просто голо праздновал все, я эмоционально играл в человек, и... даже ничего такого я не пытался сделать. Согласен, что это была лучшая игра сборной России, именно 5 на 5 на турнире? О, боже. Нет, отвечай на этот вопрос. Ну, я... Ну, я думаю, то, что... Мы хорошо, да, провели, потому что мы подготовились, разобрали очень хорошо соперника, и мы, в принципе, так-то, да, не дали им ничего особо сделать, даже такого момента, сто процентов, чтобы они забили, но надеюсь, что завтра будет лучше играть опять. На мой взгляд, там проход средний у вас, там, через два заката и со скидкой, это то, что решил, в принципе, шот матч. Ну, да, я говорю просто, мы, знаете как, играли, играли так, как мы умеем играть, и мы ничего не придумывали лишнего, просто старались играть, как нам сказал тренер, я считаю, то, что это было, конечно, от простоты просто действовали, и игра выиграна словно. Спасибо. Спасибо.